Уже через два дня, 10 сентября, на Пятигорске стартует международный фестиваль воздухоплавания. В небо поднимется более десятка разноцветных аэростатов. На фестиваль приглашен известный путешественник Федор Конюхов. Из его рук победитель получит традиционный кубок и большой перстень воздухоплавателя из белого золота с рубиновой вставкой и нанесением горячей эмали. Нашу страну представят аэронавты Северо-Кавказского федерального округа, Крыма, Московской области и Краснодарского края. И один из них сегодня у нас в студии. Руководитель Федерации спортивного воздухоплавания Краснодарского края Аэрокубань, участник авиационного биатлона Владимир Буневич. Владимир, добрый день. Спасибо, что пришли к нам сегодня. Здравствуйте. Как давно вы занимаетесь воздухоплаванием и что это для вас? Профессия, спорт, хобби или может быть что-то совершенно другое? Это больше, наверное, спорт. Точнее, правильнее было бы сказать, это уже, наверное, образ жизни. Когда утром просыпаешься, смотришь погоду, подходит, не подходит погода для полета. В любом случае, собирался лететь, не собирался, прежде всего смотришь погоду. Вот это уже скорее образ жизни становится. А когда воздухоплавание в вашу жизнь пришло? Лет в 17. А профессионально уже лет 5. Ну как это было в первый раз? В первый раз это было. Почему решились на это? Увидел, сидя за школьной партой, просто пролетал воздушный шар за окошком. Безумно красиво и фантастически показалось тогда. А потом хотелось, и нашел ребят, кто летал. Сначала бегал с ними, ездил был в экипаже, и после, уже как получается 5 лет, занимаюсь этим профессионально. Сложно ли было освоить это? Нет. То есть, совершенно любой человек, который вот когда-нибудь увидит в окошке, захочет, я тоже так хочу, и у всех получится? Конечно. Главное, в первую очередь, было бы желание, а потом уже будешь к этому стремиться, стремиться. И если есть желание здоровья, то пожалуйста. Помимо желания здоровья, что еще для этого нужно? Может быть, какое-то специальное образование или какие-то знания, навыки? Для этого требуется окончить авиационный учебный центр по квалификации пилот теплового аэростата, ну, свободного аэростата, защитить тестирование и, пожалуйста, готов к полетам. Скажите, вот сейчас вы собираетесь в Пятигорск, да, на фестиваль воздухоплавателя, о котором я уже рассказала. Что это за мероприятия? Как соревнования будут проходить? И как вы непосредственно готовились к ним? Это авиационный биатлон. То есть здесь будет воздухоплавание с элементами стрельбы. Но стрельбы в не таком широком понимании физической стрельбы, а стрельба импульсом. То есть никаких там пуль и всего тому подобного не будет. Жертв не будет. Да, жертв абсолютно не будет. Воздухоплавание – это, наверное, самый мирный вид спорта, который есть. Задания следующие. Будут выкладываться точность прохождения определенных маршрутов, построение этих маршрутов. Физические цели, например, будет выкладываться крест в поле, где пилот должен будет сбросить в центр креста мешочек с песком с определенной высоты. Или же наоборот подойти как можно ближе. Предварительные задания уже были объявлены на сайте Ставропольской Федерации Воздухоплавания. Это и проход возле храма, как можно ближе к храму подойти. Ну вот, подобного рода. Получается, это международный фестиваль, да? Вы уже в подобных участвовали? И как свои силы сейчас оцениваете на этот раз? Ну, переоценивать никогда нельзя, а недооценивать тоже очень плохо. Результаты покажет, время покажет. Вот посмотрим, постараемся выступить хорошо, даже на отлично. Скажите, а есть у вас какие-нибудь талисманы, приметы перед соревнованиями? Вот сейчас, накануне? Или, быть может, в день проведения? Ну, в день проведения просто собираешься силами, духом. Прям вот талисманов-талисманов нет. Такого не было. Ну хорошо. Разве что маечка в одной и той же майке летает постоянно. Давайте так, я желаю вам и нашим зрителям успехов обязательно, чтобы это было самое-самое-самое высокое место. И пусть действительно не подведет вас удача, пусть даже и без талисмана. Ну, я напомню, что в студии у нас сегодня был руководитель Федерации спортивного воздухоплавания Краснодарского края Аэрокубань, участник авиационного биатлона Владимир Буневич. Продолжение следует...